Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем привет! Сегодня мы с вами будем варить весенний борщик. Вкус моего детства зеленый борщ называется. Он очень-очень вкусный и очень полезный. Он сам весь зеленый, потому что в нем очень много зелени. Главные ингредиенты зеленого борща это свекла, ну, у нас называют бурячок, кислый, заквашенный бурячок, и щавель, вот он, щавель. Это главные ингредиенты. Я буду варить борщик из домашней курочки. Вот у меня варится курочка. Я снимаю пенку обязательно, чтобы у нас бульончик был всегда прозрачный. Ну вот, пусть варится наша курочка. Я тем временем приготовила все, что нужно мне для зеленого борщика. Вот такого, вот, вкуснятина. Итак, здесь у меня картошечка молоденькая. Я ее почистила картошечку и потом поставила в водичку. Для чего? Для того, чтобы картошечка наша не почернела. И вот она водички будет у нас до тех пор, пока у нас мясо не сварится и мы не начнем крошить все туда ингредиенты. Дальше. Вот главное, конечно же, вот он, бурячок. Я вам потом расскажу, как самим можно заквашивать бурячки. Это очень вкусно и очень полезно. Вот, бурячок квашеный, обязательно щавель. Вот он, щавель этот, вот щавель. Вот у нас укропчик молоденький с грядочки. Петрушечка тоже молоденькая. И, конечно, обязательно лучок. Тоже зелененький лучок. Как видите, все продукты у нас для этого борща, для зеленого борща, все зелененькие. А вот еще. Посмотрите, дорогие мои. Здесь, вот на эту кастрюльку, я еще буду ложить два яйца вареных. Я отварила два яйца. Потом водичку холодненькую, для того, чтобы хорошенечко очищалась эта шкурочка у яйца. Ну, а дальше, дорогие мои, я еще хочу сказать, когда вы яйца будете брать из холодильника, они ведь холодные, поэтому ни в коем случае нельзя яйца в теплую водичку, а надо сразу в холодную водичку из-под крана. Открыли краник, туда положили яйца и варите. Крутые яйца, чтобы были. Не были, чтобы в смятку, тогда уже на ТНС будут. А нам нужны для борщика именно крутые яйца. Итак, дорогие мои, вы поняли, что нам нужно. Картошка, буряк, яйца, зелень, щабель, зеленый лучок, петрушечка и укропчик. И, конечно же, мясо. Ну вот, дорогие мои, пока мясо наше варится, мы будем заниматься другим делом. Я все приготовила, а потом я буду последовательно рассказывать, как я делаю этот зеленый борщик. Борщ был очень вкусный, вам понравится этот борщ. Очень-очень вкусный. Это весенний борщ. Потому что я еще в этом году не делала такого борща. То бурячков не было, то щабля не было. А это, смотрю, и щавель, и бурячок тоже. Селяне продавали. И вот я купила. У меня будет борщ весь из хороших продуктов, из молодой картошечки. Все молоденькое, все с грядочки. Значит, будет очень вкусно. Итак, дорогие мои, пусть варится, а мы подождем, пока мясо наше будет мягкое. Итак, дорогие мои, продолжим. Мясо наше свалилось. Я его попробовала ножом. Оно уже мягкое. Поскольку у меня эта курочка не сушка, она будет очень вкусной наварчик будет. Такой ароматный-ароматный. Не такой, как из бролерных курей. Вот так я вытащила мясо. Теперь, что я буду делать дальше? Вот мы берем бурячок. Кисленький бурячок. Это не на уксусе буря. Этот бурячок у нас запашенный в бочках, или там в каких-то больших емкостях, или же в банках. Вот. Что мы делаем дальше, дорогие мои? Делаем мы следующее. Мы берем бурячок и будем нарезать этот бурячок. Ну, вот смотрите. Мы берем сначала, будем бурячок этот нарезать тоненько, как я вам уже говорила. Бурячки надо нарезать красиво. Вот. Мы нарежем красивенько соломкой небольшой. Ну, другие там делают на терке. Это нельзя ни в коем случае делать. Бурщик должен быть... М-м-м-м-м-м. Кузненький. Не обманула бабушка. Это видно, что это сделано не на уксусе, а сделано все это в какой-то таре, в банках. Вот я режу тоненько. Теперь, когда мы нарежем этот бурячок, мы с вами будем бросать его обязательно в кипящую навар, в кипящую воду. Если же вы бросите этот бурячок, да любой буряк, в холодную воду, то тогда у вас буряк почернеет и будет черный. И больше тогда, соответственно, будет некрасивый, что надо его выбросить. Поэтому, дорогие мои, запомните на всю жизнь, что бурячки всегда нужно опускать только в кипящую воду. Тогда у вас бурячок будет беленький. Ну вот, я покрошила тоненько бурячки. Вот они все красивенькие. Вот кусочек у меня остался еще не тоненький. Вот, посмотрите, дорогие мои, вот как красиво, вот тоненько-тоненько. Вот они какие. Сразу руки у меня покрасились. Вот, посмотрите, дорогие мои, какой, как тоненько. Вот. Теперь, оказывается, я много купила буряка. Ну ничего, этот бурячок мы в холодильничек поставим. В баночку закручим, закрутим и в холодильничек. Можно больше буряка, кто как любит. Но надо во всем соблюдать меры. Итак, дорогие мои, вот у нас бурячок. Водичка кипит, наварчик кипит. Мы берем наш бурячок сюда, в эту кипящую водичку. И пусть наш бурячок будет вариться. Вот, смотрите, когда мы бросили, забросили сюда борщик, бурячок, сразу водичка перестала кипеть. Значит, мы делаем больше газ, чтобы сразу же он взялся и начал кипеть. Вот, тогда у нас будет бурячок беленький, красиво нарезанный и беленький будет бурячок. Ну что ж, пока наш бурячок кипит, мы будем готовить дальше наши продукты. Ну а только он станет беленький, мы начнем дальше закладывать остальные продукты. Дорогие мои маленькие хозяюшки, мамочки маленьких хозяюшек и всех тех, кто зашел ко мне на канал. Итак, бурячок наш варится. Он уже почти, почти что, уже почти что беленький. Вот, посмотрите, дорогие мои, видите, почти что беленький. Вот, когда он станет беленький, тогда мы начнем забрасывать картошечку. А пока бурячок наш варится, что мы будем делать? Мы взяли зелень, мы взяли укропчик, петрушечку, лучок зелененький. Мы порезали, миленько-миленько-миленько порезали все это лучок, петрушечка и укропчик. Ароматные, но аромат бесподобный. Я вам уже говорила, что весенние зелень, особенно укропчик, очень-очень ароматные. Поэтому я вам советую, в каждом своем видео, как только начнут люди выносить, веселяне начнут выносить укропчик, покупайте и замораживайте. Будет очень-очень ароматный. Тогда у вас все борщи и супы будут очень вкусные. Так, нарезали мы петрушечка, укропчик и лучок. Теперь отдельно мы нарезали тоже щавель. Хочу обратить внимание, когда вы будете щавель мыть, мойте под проточной водичкой обязательно каждый листочек, потому что неизвестно, где он рос. У кого-то там в песке растет, у кого-то в траве, может дождь прошел. Значит, чтобы он не хрумтел, чтобы не было ни песочка, ничего, хорошенечко-хорошенечко под водичкой мы промываем. Вот я нарезала щавель. И все, хочу сказать, раньше, когда вот я как-то делала, когда только начинала такой борщ готовить, и вот я режу, и вот эти хвостики, вот эти вот, обрезала. А мама кричит мне, не смей обрезать, это же дает кислоту для борща. Поэтому мы берем, помыли, кладем аккуратненько, и тут ножки эти, миленько-миленько так ножичка, миленько-миленько-миленько-миленько, и сюда тоже, сюда мы режем вот так вот кусочками. Это у меня остался щавель. Я потом сделаю супчик из щавля, покажу какой, такой вкусный супчик, я знаю, рецепт. На один раз, без мяса, покажу вам. Вот, дорогие мои, потому что у меня много будет на эту кастрюльку. Когда вы порезали тоненько-тоненько вот эти вот лапочки, ножички, вот, порезали, тогда вы берете вот этот вот, который идут уже, сам щавель идет, вы хорошенечко тоже меленько порезали, а потом еще так продольно, продольно порезали, продольно, чтобы были тоже маленькие кусочки. Поняли, дорогие мои? Итак, вот мы это приготовили все. Ну, сейчас только у нас начнет, только начнет у нас бурячок, станет беленький, борщ должен быть красивый. Так что вы ждите, пока он беленький будет. Беленький будет, значит, он уже сварился. Это же кисленький бурячок. Все, когда сварится, мы возьмем картошечку и бросим картошечку. А после картошечки мы забросим всю зелень. Ну, а дальше я вам расскажу, дорогие мои. Ждите, дорогие мои. Ну вот, дорогие мои, бурячок наш сварился. Он уже беленький. Теперь мы добавляем немножечко водички сюда, в борщик. Делаем больше огонек и будем бросать в борщик картошечку. Прежде мы картошечку помыли и порезали геометрической формочке, неодинаковой формочке, чтобы красиво смотрелся борщик. Итак, дорогие мои, вот мы опустили нашу картошечку в борщик. Теперь мы помешали, сделали больше огонек, чтобы начинала кипеть наша картошечка. Вот она поварится и будет у нас чуть-чуть уже почти готовая. Тогда мы будем бросать сюда зелень, дорогие мои. Итак, продолжим, мои дорогие. Картошечка у нас уже почти готова. Теперь нам же надо посолить этот борщик. Мы не забыли, что надо посолить. Итак, мы берем ложечку и солим солью. Когда мы солим крупной солью, то она не такая соленая. Я уже говорила и каждый раз предупреждаю. Когда вы будете мелкой солью солить, понемножечку добавляйте сольку, чтобы не пересолить наш борщ. Итак, дорогие мои, сейчас я попробую борщик, как мы посолили, что у нас тут получилось. Так, борщик такой навар хорошенький, такой желтенький. Солтенький. Так. Еще чуточку я добавлю сольки сюда. Так, чуть-чуть. Итак, у нас здесь булячок, он такой беленький, такой красивенький, красиво нарезанный. Запомните, мои дорогие, чем красивее вы будете нарезать овощи, тем у вас будет аппетитнее и красивее борщик. Это меня мама так приучила. Красиво нарезай, красиво. Вот так вот. Сейчас мы еще разик попробуем и будем сюда бросать зелень. Нормальненько, нормалек. Лучше не досолить, чем пересолить. Потому что, почему раньше в столовых везде, были раньше столовые при Советском Союзе, кафе, и всегда там стояла соль, горчица, перец. Они делают для всех, вот один рецепт. А если тебе не нравится, любишь соленое, взял туда, насыпал соль, или там перца насыпал, и кушай по своему вкусу. Итак, дорогие мои, я немножечко сделаю меньше огонек. Теперь я сюда закладываю щавель. Щавель надо. Мама всегда говорила, что надо очень хорошенечко варить, чтобы хорошенечко он всю кислоту отдал борщу. Итак, дорогие мои, все, щавель я забросила. Теперь перемешаем. Тут у нас и мясо. Я мясо тоже положила сюда. Вот, вот сразу он становится такой не зеленый, а становится такой коричневатенький. И сюда же мы добавляем лучок, укропчик и этот, как ее, петрушку. Старость не радость. Хочу много сказать. У меня обережает мысли, слова. Итак, дорогие мои, вот мы сейчас все-все сюда забросили. Но вы не волнуйтесь, чем больше вы забросите сюда, тем будет вкуснее. А потом же эта зелень сварится, и будет это мало ее. Это кажется, что мы много сюда накладываем. Итак, посмотрите. Вот сюда мы тоже помешаем. Вот уже у нас щавель, уже такой коричневенький. Но это не значит, что он сварился. Надо, чтобы он проварился минут там 8-10 минуточек. И эта зелень тоже проварилась, чтобы отдали всю эту вкусняшку свою, всю вкусняшку борщику. Вот, дорогие мои. Ну, а пока у нас это все кипит. Начинает кипеть. Мы чуть-чуть меньше сделаем огонек. Вот. И теперь, дорогие мои, мы с вами возьмем 2 яйца. Я их обчистила, эти яйца. Теперь я их покрошу. Запомните, дорогие мои, что яйца мы варим крутыми, чтобы были, не в смятку. А если в смятку, все у вас расплывется. А у вас это же фишка. Когда вы будете, когда будете эти яйца вареные, крутые. О, видите, как красиво? Крутые яйца. Мы сейчас порежем аккуратненько, красивенько. И потом, когда отварится, сварится у нас наша зелень, тогда мы, это будет последний штрих. Мы будем бросать туда яйца вареные. И будет борщик наш тогда готовый. Вот так вот. Мы хорошо, тоже аккуратненько, красивенько эти яйца порежем. Два яичечка сюда. И у нас получится очень вкусный, весенний, настоящий зеленый борщик. Даже можете потом ножичком вот так вот, чтобы красиво были нарезаны яйца, чтобы не было там вот такие коцовелки, вот такие кусменяки, чтобы не были. А чтобы было все аккуратненько и красиво. И это придает вкус. Хотя вот моя мама всегда делала вот таким вот. Это мамин рецепт. Мама всю жизнь так делала борщи. Однажды, одна там, ну я не знаю, кто-то, короче, женщин, она сделала борщ и еще в этот борщ зеленый она налила томата. Мама попробовала и говорит, что это за борщ такой? Это же не зеленый, это обыкновенный борщ тогда. В том-то и смак, в том-то и смысл борща зеленого, что нужно все зелененькое. И основа такого борща это кислый бурячок и щавель и зелень. Вот это называется настоящий зеленый борщик. Я сегодня, когда шла с базара, специально пошла купить бурячок и щавель. А встретила соседку, говорю, иду наконец-то борщ готовить зеленый. Я никогда в жизни такого борща не готовила. А мне соседка говорит, а я борщ готовлю зеленый без буряка. Я говорю, а что это за борщ такой без буряка? Это ж суп получается, это не борщ, это суп. Ну, а я не ложу, я даже такой борщ не ложу. А моя мама всегда, я вам говорила уже, как принесу рецепт из театра, она же там хвалит, хвалит, ой, такой рецепт, такой вкусный. Даю маме, мама, глянула, что такое? Забирай рецепт свой и продукты мне не переводи. Что-то получится из этого. Ничего. Итак, дорогие мои, пусть кипит. А ну мы сейчас посмотрим. Ну да, уже хорошенечко, уже опустились эти, вся зелень наша опустилась. А теперь, дорогие мои, мы сейчас сюда яйца забросим. Сюда же борщик. Это будет борщ, борщ у нас просто супер-пупер, самый вкусный борщ, что ни до есть. Этот рецепт у мамы очень хороший, мне мама очень хорошо готовила. Вот, очень хорошо. Так что, я научилась у мамы. Хотя так вот, я не училась, а вот смотрела, как она готовит. Ой, балдеж! Ух ты, вкусняшка, какая вкуснятина! А ну мы сейчас попробуем на вкус. Как тут кислота, кислота, хотя многие, у кого там мало щавля, они добавляют еще чуть-чуть туда лимонной кислоты, но это если будет мало щавля. Лучше побольше щавля туда ложить, чтобы это было все настоящее. Ух ты! На кислоту хороший, на соль хороший. Ну вот, еще последний штришок. Вот, минут пять еще поварится и будем выключать и будем наш борщик зелененький дегустировать. Вот. Ну вот, дорогие мои, борщик наш сварился. Мы его выключили, взяли ополовничек, налили себе в тарелочку борща и гущу, и юшечку. Потом мы взяли вот, сметанку, взяли столовую ложечку сметанки или кто сколько любит сметанки. Вот. Хочу на вам заметить, что зеленый борщ кушается всегда только со сметанкой. Без сметанки это совсем будет не то. Если простой борщ можно кушать без сметаны, если нет сметаны, то этот борщ кушать только со сметанкой. Итак, дорогие мои, еще одно хочу сказать очень важное, потому что я вам не сказала. Когда мы бросаем картошечку варить, вы должны попробовать картошечку, чтобы картошечка полностью сварилась, чтобы была мягенькой. Если же вы забросите щабль и всю зелень забросите, а картошка будет еще сырая, то запомните, в кислой среде борщик наш. Картошка в борще будет сырая, она не сварится, сколько бы вы не варили. Поэтому картошечку варим до того, чтобы она стала мягкой, а потом всю зелень туда и щабель. Поняли, дорогие мои? И еще одно. У меня борщик сваренный с домашней курочкой, с несушкой. Поэтому он очень ароматный и очень вкусный. Хотя мясо несушек всегда варится очень долго. Но борщ со свининой, жирненькой свининой, чтобы была и свининка, и мякой, и чтобы жирок здесь был, будет очень-очень вкусный. Мама раньше варила только на свинине. Замечательный, вкуснейший борщ на свинине. Ну и на курочке я тоже очень люблю на курочке. Итак, дорогие мои, пока я вам тут говорила, говорила, выговаривала, борщик наш остыл. Сметанка здесь. Сейчас мы с вами будем, дорогие мои, дегустировать. Ну, я еще сюда в борщик еще оставила немножечко зелени, такой зелени нарезной, свеженькой. И я сюда сверху для красоты. Ну, вот вы будете подавать дома. Сделали борщик, впервые кто готовит такой борщик, и даете этот борщик. Вот они покушали, вот, и сюда же эту зелень. Ну, а теперь мы будем пробовать, дегустировать будем, дорогие мои. Итак, так, перемешаем борщик, сметанка, сметаночка. Давай, давай, сюда будем мы тебя сейчас борщик дегустировать. Жирненький такой, а зелень так пахнет. Ой, вкусняшка, вкусняшка. Мы даже и картошечку возьмем. Сейчас с картошечкой. А ну-ка. Ммм. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Юшечка. Пока я говорила вам, у меня все остыло очень хорошо, мне не надо даже дуть. Вот, и зелень, и все. Дорогие мои, очень-очень вкусно. Я же не буду показывать, как я кушаю там, наминаю. Я попробовала, дегустация прошла, борщ получился. Во! 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 Дорогие мои, пожалуйста, готовьте. Я думаю, что не думаю, а знаю, что этот борщик понравится многим. И пока, вот сейчас вот начинает расти молодой щавель, пожалуйста, делайте такой борщ, кормите свою семью. Все! Пока! Всем-всем пока! Приятного аппетита!